Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигретки! Сегодня с вами снова я, Тигрината, и сегодня у нас необычное видео. Это тетрадка, путешествующая тетрадка. Это тетрадка Лизы Ершовой, моей любимой-любимой подруги по переписке. И не только по переписке. И это вторая тетрадка в моей жизни, которую я буду заполнять. Первую тетрадку я заполняла от пользователя KillerWile из Инстаграм. Это было, кажется, в прошлом году или в начале этого года, я уже честно не помню. Кажется, может быть, весной даже это было. Я хотела как-нибудь сделать свою тетрадку, но что-то уже год пролетел, и я всё никак. Видимо, пока точно не буду этого делать. Возможно, сделаю в следующем году. Пока даже у меня особо представлений никаких нету, но я хотела бы сделать что-то наподобие того, как делала ёжик. Так, тетрадка пришла мне от Гузель, и я очень её ждала. Я ещё даже её не открывала, как вы видите. Тетрадка очень-очень пухленькая, такая красивая. Здесь такой вот самолётик, и напитая вперёд к путешествиям. И здесь вот эта вот антистресс-обложка, которую я никак не могу просто отпустить, потому что она очень прикольная. Такой красивый розовый, вот этот блеск сиреневый, очень красивый. Давайте, наверное, развяжем, посмотрим, что внутри. И так, мы развязали тетрадку, теперь можем приступать к её просмотру. Я ещё не видела, что там внутри. Думаю, там просто сказочная красота. И давайте посмотрим. Ах, красота! Здесь от Лизы приветствие. Здесь памятка участнику. И девочке, которая уже запомнила эту тетрадку. Я предпоследняя иду. Здесь вот ещё одна девочка, которая пойдёт. Вот Лиза, безумно красивая. А здесь... А здесь уже пошли заполнения от девочек. Не буду сильно акцентировать внимание, потому что это всё-таки всё личное. Просто покажу быстренько рисунки. Такая лошадка классная. И красивая такая лисичка. Я очень-очень люблю такие тетрадки. В школе я всегда делала подобные штучки интересные. Посмотрите, какая бабочка красивая. Она очень красиво продливается. Я таких ещё не видела. Посмотрите, как круто. Сколько разных людей. Здесь чаёк. Ух ты, какой интересный чай. Корейский. Гринфилд. Очень красивая вот эта бумага. Здесь нужно написать, сколько мы уже общаемся. Десять фактов о себе. Ух ты. Прикольно. Смотрите, как интересно. Вот этот вот отпечаток. Очень глубокий. Очень красивая. Вот этот вот сургуч. Воск. Я даже не знаю. Очень-очень красиво. Ростый такой. Золотой такой. У меня, кстати, вот такой же. For you тоже. Хочу взять какую-нибудь другую надпись. Здесь нужно наклеить свои любимые скотчи. Я обожаю скотчи. Поэтому с радостью наклею вот этот очень красивый. Какие прелестные. Все красивые очень. В основном, вот эта с розами просто. Ааа, какие сердечки. Здесь нужно рассказать о своих любимых книгах. В общем, красивая вырубка. С снежинкой. Здесь правда, это именно животное. Гусик, прикиньте. Как круто. Гусик, это мой символ. Символ моих иллюстраций. Поэтому я очень удивлена. Это очень-очень мило. Здесь нужно рассказать, кем хотел стать в детстве. Тоже очень красиво. Ух ты, красивый очень. Тежек просто прелестный. Здесь нужно ответить на вопрос, который указан на Тежеке. Посмотрите, какой скотч красивый. Очень-очень-очень. Здесь у нас про сладости. Любимые. Посмотрите, как красиво. Лепесточек нужно дорисовать. Сердечко. О косметике. Как круто. С радостью расскажу. А ты не забыл взять свой презент? Не забывайте ставить подарок для следующего печатника. Здесь в конвете можно взять свой подарочек. Давайте посмотрим, что здесь есть. И можно будет. Я уже думала о том, что я хочу оставить печатником. И кажется, здесь много всего интересного. Прелестные наклейки. Кит очень красивый. Очень классные наклейки. Салфеточка. Очень красивая. У меня вот такие есть, кстати, салфетки. Надо будет сюда доложить их. Луна. Такой фонарик очень красивый. Распечатка. Кажется, да. И всё. Это всё, что было. Здесь можно поиграть в игру. Ответы нужно положить в конверсике. Также здесь подарочки. Можно вот здесь оставить подарочки для Лизы. А здесь можно взять подарочек. Здесь обмен марками. Очень красивые марки. У меня такая вот есть. Красота. Вот это красота. Такая тоже есть. Такая. Очень красивая. Вот эта марка и вот эта. Очень. И такая у меня есть. Да, кстати, и такая. Вот такие марки я очень сильно люблю. И здесь можно наставить сургучную печать. Девочки, просто волшебницы. Посмотрите. На это, на это. Везде гербарий. Здесь блёсточки. Просто волшебство. А здесь нужно рассказать о том, кем видишь себя через 10 лет. Ну, вот и всё. Да, вот так закончилась отрядка. Сейчас я сяду её заполнять. А потом покажу вам то, что у меня получилось. И так, ребятки, я заполнила сетратку. Посмотрите, насколько она разбухла. Просто. Просто посмотрите. Обалдеть. Правда? Вы же помните, какая она была в начале этого видео? Потоньше, чем после того, как я заполнила. Сейчас я буду вам показывать странички, которые я заполнила. И вложения я приготовила, чтобы что-то взять и от себя положить. Здесь ничего не изменилось. Вот только вот здесь вот я дополнила. Немножко украсила страничку. Добавила вот такую ламу, скотч и бабочку такую вот проливающуюся. Затем я здесь вот подклеила. Немножко так вот незаметно, чтобы странички не отходили. Потому что, как видите, здесь плохо прошито тоненькими нитечками. Странички тоненькие, поэтому тетрадка не рассчитана на то, чтобы она так разбухла. Поэтому я Лизу предупреждила, что я ей подлатаю тетрадку, чтобы она спокойно дошла. Вот мой разворот, где я рассказываю факты о себе. Так вот получилось симпатично, мне кажется. Здесь вот моя иллюстрация. У меня были просто черновики. Я вырезала и ей подклеила сюда гусика такого, который говорит привет. Потом наклеила такие вот пайетки, наклеечки. И тежек такой вот симпатичный. Тоже для украшения на декоративной салфетке. И бабочка, которая подошла сюда по цвету, проливается. Здесь нужно было нарисовать себя, как чувствуешь, как видишь. Девочки нарисовали вот таких вот разных животных. А я нарисовала саму себя в стиле аниме. И я себя так вижу, не каким-то существом, не каким-то животным, а просто такой вот девочкой. Может быть, персонажем каких-то комиксов или какого-то фильма, аниме. И вот так вот у меня вышло. У моей цельняшки с моими красными волосами. Думаю, получилось неплохо. Рисовала со своей фотографией. И написала, что я, это просто я, девочка с раневой душой и огромным внутренним миром. Здесь я описала свой творческий путь. Так вот украсила. Мне кажется, вот эта фотография сюда идеально подошла. Как полёт. Здесь продолжила я. Тоже такая бабочка голографическая и скотч. Я оставила свою биометрическую подпись. Даже честно, я не знала, как это делается. Девочки вот как-то придумали. Кто-то даже не заполнил. А я просто оставила отпечаток пальца своего. Затем нужно было оставить цитаты любимые, которые вдохновляют и мотивируют. Я вот так вот украсила. Здесь отрез ткани. В том, бабочки, старая книга и скотчи. В том, конечно же, моя самая любимая, это тот, кто умеет ждать, дождётся большего. И пусть лучше ненавидят меня за то, кто я есть, чем любят за то, кем я не являюсь. Это как бы девиз у меня по жизни. И я очень люблю эту фразу. Это фраза Курта Кобейна. Затем нужно было оставить чай. Я поделилась с Лизой чаем, который привезла из Питера. Очень люблю вот этот чай. Это Earl Grey. Здесь вот тоже я украсила. И я его так прикрепила, что она может спокойно оторвать пакетик, либо отрезать вот здесь, как раз таки указана линия среза, чтобы попробовать этот чай. Он очень вкусный. У нас его, кстати, не продают. Я видела его только в Питере. Потом здесь нужно было указать, сколько мы знакомы. Дальше нужно было отгадать факты о Лизе и украсить свой конветик. Вот мой. У меня немножко беда с сургучом, потому что с ним какая-то проблема. Он вообще не плавится. Он просто вот течет такой струйкой. Я хотела смешать два сургуча. Но, по-моему, все равно получилось креативно. Такой вот клапан украсила салфеткой, бумажечкой тоже такой голубой и бабочками. Затем нужно было поделиться своими любимыми скотчами. Я поделилась только вот этими, потому что здесь мало места. Вот, видите, здесь для следующего участника. Я, конечно, хотела показать еще некоторые скотчи, которые очень люблю, из бумажных. Но я прикрепила только вот такие вот свои самые любимые редкие скотчи, которыми я крайне редко пользуюсь, только по особым случаям в своем дневнике. И вот этот вот, вообще, мой любимый, золотым таким фольгированием. И вот эти три, они с прайса. Я больше их нигде не видела. Они мне попались только один раз, и поэтому я их экономлю. Далее нужно было рассказать про книги. Девочки здесь что-то как-то прям совсем мало писали про свои любимые книги. У меня аж полторы страницы получилось. Я рассказала про 50 оттенков и рассказала про чужую странку. Вот так вот украсила все в стиле 50 оттенков. Оттенки у меня здесь такие вот серенькие книжные. Далее нужно было рассказать про тотемное животное. И девочки здесь писали о том, что они, ну, тест проходили, узнавали, кто они. А я знала свое тотемное животное еще с самой детства. И, конечно же, это тигр. Это неудивительно. Вот, я немножко украсила страницу штампами с буквами. Здесь вот на фоне видно. И я нарисовала такую иллюстрацию с тигренком моим душевным, таким озорным. И в то же время внимательным, потому что один глазик у него, как бы, он довольный такой, подмикивает. А другой, он наблюдает за тем, что происходит вокруг. Вот. На такой вот, как бы, ну, обрывки книги старой. И сзади еще там бумага упаковочная. Далее нужно было рассказать о том, кем хотелось стать в детстве. Я украсила вот такую страничку. Нарисовала траву, цветочки такие всякие, маленькие дудлы. Прикрепила вот такие обрывки бумаги. И такие вот картиночки, наклейки. Далее было, конечно, довольно-таки интересное задание, которое мы с моим молодым человеком вместе разбирали. Это нужно было ответить на 4 вопроса, которые указаны здесь. Вот здесь я начала. Решила не пропускать страницу, так как Гузель оставила почти половинку страницы пустую. Я решила начать отсюда для экономии места. Опять моя алюстрация с Гусиком как раз сюда подошла, потому что он, как бы, задается вопросом. Вот. Укресила черной-розовой такой бумагой. И начала отвечать на вопросы. У меня вот так вот получилось много развернутой ответы. И на каждый вопрос я отвечала довольно-таки широко. Но в то же время по делу. Теперь нужно было рассказать о том, что я делаю, когда мне грустно. Я вот так вот украсила страницу в такой почтовой тематике. И описала то, чем я занимаюсь, когда мне грустно. Затем нужно было рассказать о своей любимой сладости. И я не особо-то сладкоежка, но есть у меня что-то любимое из десертов. И здесь я об этом рассказала. Вот. Просто как-то я решила не заморачиваться. Наклеила две наклейки и её скотч. Здесь нужно было дорисовать лепесток. Вот мой. Тоже совершенно простенький. Здесь сердечко. Вот такое вот моё. Вспомнила, как я в школе тетрадки свои все изрисовывала. Затем про макияж нужно было рассказать. Я, конечно, не стала делать так креативно, как сделала Magic Mail from Lydia. Мне, конечно, очень хотелось тоже свою косметику сюда немножко так добавить. Но я решила не делать этого, чтобы не портить странички. Потому что вот такие вот пятнышки остаются. И здесь довольно-таки мало места для следующего участника. Для меня тоже была одна страница. Поэтому я кратко описала то, что я использую в ежедневном макияже. Теперь вот этот конверсик. Во-первых, нужно посмотреть, что я могу отсюда забрать и что положить в подарок. Помню, что здесь были прекрасные салфетки. И вот такая вот наклейка. Но наклейки мне точно не нужны. Я не особо использую наклейки в творчестве. Итак, здесь очень прикольные такие распечатки. Вот такая луна. Луну я точно возьму. И возьму, наверное, одну салфетку. Вот такую вот. Она очень оригинальная, красивая. Так что я возьму вот эти два предмета. И может быть я возьму ещё кита. Не знаю, честно. Наверное, да, я возьму кита. Я очень люблю китов. Я их собираю. Возьму кита. Так, давайте посмотрим. Вот я приготовила вот такую пачечку. Из того, что я могу сюда положить. Я взяла три предмета. Это луна, салфетка и кит. Я хочу положить три салфетки. Вот, три салфетки кладу сюда. Вот сюда добавляю. Затем я положу вот такую вот карточку. Здесь можно вырезать элементы. Такая вот она. Положу вот такую карточку с цифрами. Может быть кому-то пригодится. Она двухсторонняя. Можно использовать такую вот эту сторону, например, для фонов. И положу вот такое вот сердечко. Думаю, что этого будет достаточно. Потому что я положила больше, чем взяла. Вот так вот конвертик кладу на место. Сейчас вот здесь вот его зацеплю. Вот так, да. Далее у нас здесь мини-игря. Можно было сложить слово. Очень красивые печати. Я до сих пор не могу на них наглядеться. Вот так вот выглядит мой конвертик. Он очень нежный получился. Так что бумага сильно не закреплена. Пищать можно, не ломать. Спокойно открыть клапан. Вот ещё один разворот, где нужно положить подарочки. Я не буду показывать, что я клала Лизе. Это сюрприз. Я думаю, она поймёт, что я там положила. А вот здесь нужно взять что-то себе и оставить другим. Итак, как я понимаю, в основном девочки оставили здесь наклейки. Но я не пользуюсь наклейками, поэтому как-то не хочется в ней играть. Здесь вот вырубки есть. Некоторые такие наклейки Ловы из распечатки. Из коробочек наклейки. Ещё такие вырубки. Есть такая бабочка. Есть ещё там кит. Так, вот я возьму фишку. Она мне пригодится в творчестве. Возьму распечатку. Такую с цветком. И, возможно, я возьму вот такие надписи, наклейки. Они, в принципе, могут пригодиться. То есть я опять беру только три предмета. Сейчас я буду докладывать от себя. От себя я кладу вот такую вот карточку. Это с датами. Потом здесь вот такая вот карточка с енотом. Из новогодней коллекции. И карточка ещё вот такая здесь птичка. С домиком тоже. Из этой же коллекции. И вот таких два сердечка. Синяя и зелёная. Вот. Так что я кладу пять предметов. Так, я всё запаковала плотненько. Получился такой пухленький. Далее нужно поделиться марками. Я решила подарить Лизе марки. Положила их в такой самодельный конвертик. Когда она откроет, она увидит, что там действующие марки разных стран. И нужно было поставить сургучную печать. Я забыла только написать, что это моя печать. Потом напишу. Вот такой вот у меня сургуч. На самом деле он голубой. Но почему-то, когда он плавится, он становится синим. Это очень странно. То, что два лепестка здесь. И нужно было здесь вот рассказать, кем я вижу себя через десять лет. Вот. Я написала немножко свои мысли. И чуть-чуть подкрыла страничку. Вот и всё. Тетрадка закончена. Сейчас я возьму вот эти ленточки. Добавлю ещё одну ленточку от себя. И завяжу тетрадку. И отправлю её следующему получателю. Такие вот дела. Такое вот заполнение тетрадки получилось. Мне было очень приятно. Мне было очень интересно. И прям я получила огромное удовольствие от этого. Так что спасибо тебе, Лиза, за то, что дала такую возможность. И надо свою тетрадку наконец-таки тоже создать. Тоже получить огромное количество эмоций. И приобрести новых друзей. Так что здесь идеально подходит фраза. Спасибо этому дому, пойдём к другому. Так что тетрадочка отправится к следующему участнику. И я потом очень надеюсь увидеть у Лизы на канале обзор. А он, конечно же, будет. А полностью заполнены тетрадки. И всё, прощаюсь с вами. Всех слов обнимаю. До новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok